Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Коротко об основных темах выпуска. Как река влияет на жизнь города и как вернуть Самаре историческое лицо? Проблемы урбанистики и сохранения культурного наследия обсудили участники русско-французского форума. Цветущий город даже осенью. В Самаре продолжается программа по озеленению. Пожилые люди чаще других становятся жертвами мошенников при операциях с недвижимостью. Как избежать риска, рассказали в управлении Росреестра. Как река влияет на жизнь города и как вернуть Самаре историческое лицо? Проблемами урбанистики и сохранения культурного наследия озаботились участники русско-французского форума, который прошел в Самаре. В Самаре и французском Монпелье или Париже есть общие проблемы, а значит и пути решения могут быть схожи. Без наследия нет будущего, а значит большие перспективы и у старого города. Материал Марины Кравцовой. Первое впечатление от Самары у гостей из Франции – великая река невероятной красоты. Город на Волге имеет необъятные возможности, уверены французы. Красотам природы должна соответствовать и архитектура. Опытом, как развивать городскую среду и при этом сохранить культурное наследие, в Самаре делились архитекторы из Франции и России. В принципе, проблемы очень похожи. Как устроить город для того, чтобы люди, которые живут в спалных районах, могли наслаждаться и быть на своем месте в городе в целом. То есть со своим наследием, со своими памятниками архитектуры, со своими культурными памятниками, чтобы они чувствовали, что город – это их. В Самаре почти 900 объектов культурного наследия и сотни уникальных домов. Исторический центр, всего 3-4% территории Самары – это и есть квинтэссенция настоящей городской жизни, где особенная среда, комфортная для горожан, считает архитектор Сергей Малахов. Но и жители здесь должны быть настоящими хозяевами своих домов. Очень важно было понять, что одним из ресурсов подобного метода развития города является внутренняя инициатива жителей. То есть до бесконечности вкачивать бюджетные деньги в реконструкцию исторической среды – это просто нереально. Задача номер один – найти инвесторов, которые готовы вкладываться в сохранение наследия. Впервые за долгие годы в Самаре бизнес заинтересовался историей. Практика показывает, что реализация этих проектов и привлечение инвесторов на эту реализацию – это самая трудная часть в этом процессе. Мы впервые тоже, пожалуй, за последние годы увидели отклик среди инвесторов и застройщиков в деле приведения объектов культурного наследия в надлежащий вид. На одном из круглых столов форума обсудили роль университетов в развитии города и сохранении культурного наследия. Университеты должны быть включены в городскую среду, уверены урбанисты из Франции. В Самаре есть примеры, когда корпуса вузов расположены в исторической части города и даже в памятниках архитектуры. В этом году приступили к реконструкции здания бывшего поземельного банка на улице Куйбышева. Одного из корпусов – сам ГТУ. Архитектурные памятния восстанавливают и к чемпионату мира 2018 года. В Самару пришло долгожданное бабье лето. По прогнозам синоптиков, до конца недели дневная температура будет подниматься до 20 градусов. В последние теплые дни коммунальные службы завершают подготовку к зиме. Сейчас к теплу подключено уже 95% больниц, школ и детских садов города. Батареи прогреваются и в жилых домах. Со следующей недели в Самаре начнет работу горячая линия, куда горожане смогут обращаться в случае задержки подключения тепла. До конца недели управляющим компаниям поручено проверить состояние стояков отопления в домах, где после подачи тепла могли возникнуть аварийные ситуации. У коммунальщиков еще есть время устранить все выявленные неполадки. Задача стоит, чтобы мы эту неделю еще в полном объеме по регулировке режимов отработали и сняли те все вопросы, которые нам уже сегодня задают потребители. Цветущий город. Даже осенью в Самаре продолжается программа по озеленению. Активное участие принимают не только жители, но и целые организации. В Центре социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов высадили ели и декоративные кустарники. Вместе с волонтерами работала и Олеся Корецкая. Елки зеленые, голубые, а также пихта, можжевельник и туя теперь будут радовать жителей промышленного района. Возле Центра социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов кипит работа. Благоустроить территорию решила одна из самарских коммерческих организаций. 21 ель, хвойные декоративные кустарники будут соседствовать с двумя каменными композициями – ракариями. Мы все-таки общались с ландшафтным дизайнером, что это действительно было бы очень красиво и создавало впечатление того места, где тебе помогут, где приятно находиться, где приятно получать помощь. Особенно это важно и необходимо для таких учреждений, как наши, куда приходят граждане, нуждающиеся в особом внимании. Такие экологические акции компания проводит не в первый раз. Волонтеры уже приобрели опыт. Ёлочку надо где меньше веток, на север. Определяем север и в сторону севера высаживаем где меньше всего листвы. Надеюсь, что когда-нибудь мои дети, будучи в моем возрасте, а может быть старше, приедут и, показав на это дерево, скажут, что вот мы вместе это дерево в этом городе посадили. Подобные инициативы коммерческих организаций в Самаре приветствуются и поддерживаются программой «Цветущий город». Можно обратиться в департамент городского хозяйства и экологии. Там помогут выбрать место и время для высадки растений, организуют консультацию специалистов. Подобные обращения поступают к нам регулярно в период осенней и весенней высадки. Мы их обобщаем. Иногда в своих заявлениях они просят какой-то конкретный объект непосредственно, то есть либо сквер, либо какую-то территорию прилегающих к организации. Программа «Цветущий город» рассчитана на пять лет. Ее разработали в этом году по поручению главы Самары Олега Фурсова. Площадь цветников уже увеличилась на четверть. Активное участие в озеленении города принимают не только городская и районные администрации и учреждения, но и частные компании, а также жители. Октябрь – самый благоприятный месяц, чтобы высаживать луковичные и корневищные многолетние растения, а также деревья и кустарники. Поучаствовать в экологической акции и программе «Цветущий город» может каждый. Теперь я могу сказать, что приложила руку к озеленению своего города и посадила дерево. Олеся Корецкая, Григорий Пешаков. События. А теперь коротко о других темах дня. Случайное убийство. В Приволжском районе на опушке леса, расположенного в километре от села Макарьевка Безничукского района, 41-летний мужчина во время охоты случайно выстрелил 54-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте. По предварительным данным, это был несчастный случай. Правоохранители ведут проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В лесу под Самарой всю ночь искали 92-летнюю пенсионерку. В 6 часов вечера в экстренную службу обратились родственники пропавшей и сообщили, что женщина ушла за грибами на правую сторону реки Волги в район Озер Круглое и Щучье и не вернулась. Спасатели всю ночь прочесывали лес в поисках пропавшей. Около 4 часов утра, сильно замерзшая, она сама вышла к ним. Склон возле Самарского драмтеатра отремонтируют. Городская администрация ищет подрядчика для выполнения работ. Начальная стоимость контракта составляет 8,5 миллионов рублей. Согласно условиям контракта, победителю торгов предстоит провести земляные работы на газонах, установить придорожные плиты и устроить на спуске системы автополива. Подрядчика выберут 10 октября. Врача из военного комиссариата Самарской области обвиняют во взятке. Прокурор Кировского района Самары утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего врача-терапевта Марии Поповой. По версии следствия, в апреле 2016 года на парковке торгового центра врач получила 55 тысяч рублей от мужчины. За эти деньги она должна была диагностировать у его сына отсутствующие заболевания, чтобы юноша мог уклониться от прохождения военной службы. После получения денег женщину задержали полицейские. Хоррор-квест для любителей приключений. Самарский литературный музей организует новую форму экскурсий. Первая проба состоится в четверг, 6 октября. Ночью посетителям старинной усадьбы Алексея Толстого предстоит разгадать тайну призрака музейного смотрителя и выяснить, кто по ночам пугает охранника и включает пожарную сигнализацию. В Самарской области более тысячи детей с врожденными пороками развития челюстно-лицевой области. Сейчас эти диагнозы встречаются все чаще. В 90-х на тысячу новорожденных приходился один ребенок с таким заболеванием. Сейчас каждый 600-й. Ежегодно в Самаре проводится до 200 операций по устранению расщелин губы или неба. Поиску разным подходам к реабилитации таких детей посвящена научно-практическая конференция, проходящая в честь 50-летия стоматологического образования Самарского медуниверситета. Своим опытом поделились представители общества Запад-Восток из Германии. Иностранные гости приехали на конференцию с подарком. Отделению детской челюстно-лицевой хирургии областной клинической больницы подарили микроавтобус, который поможет привозить на лечение детей из отдаленных районов Самарской области. Бывают иногда трудности финансовые у родителей для доставки и транспортировки детей. Поэтому с целью оптимизации логистики и маршрутизации таких детей, они вышли с предложением нам сделать такой подарок. Сегодня здесь как раз соберутся такие врачи, которые обладают опытом в этой области. И мне очень любопытно послушать, о чем они будут говорить. Сегодня в Самарской области на учете стоят 64 наркозависимых подростка. Однако специалисты отмечают снижение тревожной тенденции. Так, за полгода с участием подростков совершено 13 преступлений против 27 в прошлом году. Чаще всего это незаконные обороты хранения синтетических наркотиков. Важную роль занимает профилактика. Она ведется всеми профильными ведомствами. Регулярно в школах проходят открытые уроки с наркологами. Проводится анонимное тестирование, которое помогает выявить подростков группы риска. Однозначно сказать нельзя. Но, конечно, основная категория, которая подвержена данному риску, это где родители потребляют наркотики, употребляют спиртные напитки, малообеспеченные семьи, где подростков толкают, так сказать, на преступления. Пожилые люди чаще других становятся жертвами мошенников при операции с недвижимостью. И порой им некуда обратиться за качественной консультацией. В управлении Росреестра для них провели прямую линию с заместителем начальника правового отдела. Константин Минин ответил по телефону на самые часто задаваемые вопросы. Как приватизировать квартиру? Что нужно для оформления дарения недвижимости своим родственникам? И как не запутаться во всем многообразии документов? Вот что волнует людей, достигших почтенного возраста. Чтобы исключить возможность мошенничества, Константин Минин советует пожилым людям при совершении сделки запрашивать сведения Реестра прав и кадастра, которые подтверждают, что продавец действительно является собственником. А чтобы защитить свою собственность, он рекомендует вносить в Росреестра отметку о несовершении регистрационных действий без личного участия. Если у них возникают какие-то опасения, что с их квартирой, допустим, что-то произойдет в период их отсутствия, будь то они в длительной командировке, либо еще где-то, то они всегда имеют возможность нести эту отметку. И никто, кроме, как по их заявлению, никаких действий с их объектом недвижимости в Реестре не совершит. А вот о чем мы расскажем в следующих выпусках. Театр начинается с вешалки, а город с въезда. На Южном шоссе высаживают деревья и цветущие кустарники. Почти две с половиной тысячи призывников губернии отправятся в эту призывную компанию в разные рада войск. В Самарской области останутся служить около 600 человек. Девятый музыкальный фестиваль имени Мстислава Ростроповича проходит в Самаре. Сегодня в рамках фестиваля состоится благотворительный концерт Тимфанического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok